Денис Щукин, скаут сборной России. Денис, это было потрясающе. 20 секунд до конца, сравниваем счет, выиграем по булитам. Расскажи, сердечко не йокало? Да, ну на самом деле, пацаны вообще ребята. Выполнили установку на 100%. Единственное, потеряли концентрацию в моменте с голом. То есть там прошла у них двоечка, которую они знали, да, со смещением в центр. Ну, чудак попал очень прилично, конечно. В Коршику никаких вопросов нет. И опять собрали себя в кулак, собрались и до конца все верили. В конце, ну, получается, наши сменки, первая, вторая, либо вторая, первая, мы просто убрали обороняющихся игроков, добавили Шмонина, Павлова, Лукаку. И ребята сотворили шедевр, чудо, в которое, в принципе, мы верили до конца тренерским штабам. И все ребята, я уверен в это. Пока есть небольшие проблемы с реализацией. Не помешает ли это на игре с Грецией завтра? Я так полагаю, да, ребята оставили голы для финала, приберегли для полуфинала, для финала. Так что все нормально. Мы забиваем на один больше, мы выигрываем. Пока все идет по нашему плану, в принципе. Греция в любом случае будет хозяевами и будет иметь большое преимущество в болельщиках. Как ты думаешь, наши справятся? Готовы, подкованы физически, эмоционально. Осталось вообще, эмоции какие-то остались на следующую игру? Да, эмоции остались. Ребята готовы. Они выиграли, в принципе, уже самый важный матч на этом турнире. Я не сомневаюсь в ребятах. Единственное, я очень переживаю то, что мы играем с хозяевами. Будет полный стадион, будет много болельщиков. Я думаю, нашим там даже, ну, нашим фанатам, болельщикам будет сложно туда протиснуться. Но я очень переживаю за судейство в этом матче. Потому что до этого они играли с Англией. И две роковые ошибки привели к тому, что мы играем не с англичанами, а с греками. Но нам очень хотелось, конечно, сыграть с греками у них дома. И, соответственно, я говорю, выйти в финал. Кто принял решение о том, что очередной буллит будет бить голкипер Руслан Сафаров? Ну, Коршуков Денис, ну, Дима Дмитрий Юрьевич сказал Денису выбирать пьющих. Он выбрал троих бьющих. И, как бы, задача была, как бы, ну, соответственно, его ловить, а их забивать. Вот. Но когда ребята ушли уже на середину, я на всякий случай спросил. Я говорю, давайте на всякий случай еще сейчас выберем четвертого, пятого бьющего. Я говорю, на этом остановимся. Ребята там определились. Это был Гамит и Икоев, если не ошибаюсь. Да, вроде Икоев. Но потом, когда что-то пошло не так, ну, видимо, у ребят задрожали ноги. И капитан поступил как капитан, как мужик. Взял себя за одно место, вышел и показал, что нужно делать. Все, всем. И после этого буллита, мне кажется, венгеры не смогли собраться. Это сто процентов. Спасибо вам большое. Удачи в завтрашней игре. Надеюсь на вашу победу. Спасибо. Спасибо большое. Хочу передать всем фанатам, которые приходят за нас, отдают душу, голоса. И хочу передать привет любимой жене и дочкам. Я вас очень сильно люблю. Ждите меня. Скоро приеду. Спасибо большое.